добрый день друзья сегодня немножко отвечу на те вопросы которые мне задавали письмах носить есть у меня такая работа персональные механические автономные электростанции где вложил ряд расчетов которые элементарно показывают возможность создания подобной установки значит здесь связаны механические кинетические силы и правильность построения электрической схемы электрогенерация это энергетика то есть она полностью соответствует всем эмпирическим данным физики по которым ее и строит то есть никаких там секретов чудес не существует значит эта книжечка в свободном доступе под роликом ссылка можете ее почитать значит основное с чего мы начинаем значит мы начинаем с кинетической энергии ну и рассматриваем такой элемент как маховик который у нас известен с незапамятных времен его использовали и еще используют но мало уже в современных случаях мало в основном как стабилизирующий элемент ну как накопитель мы там посмотрим позже значит вот он смотрим на вот эти все большие колеса с маховым моментом использовались в двигателях ни одна машина с древности без этого вообще не могла работать современные накопители супер маховики так ну берегу ли я начал в общем получается что у нас все это есть рассчитаны тогда единственное что я добавил возможность окам конденсатора конденсатора энергии не аккумулятора а конденсатора чем отличается конденсатор от аккумулятора можно четко объяснить значит аккумулятор он преобразовывает в химическое вещество там заряженное или заряженное и после этого опять химическая реакция производит опять потенциал конденсатор накапливает сразу электрический потенциал и отдает потенциал маховик опять же принимает кинетическую энергию дает кинетическую энергию он не аккумулятор до аккумулирует конденсатор тоже аккумулирует но электрическую энергию этот механическую и работает он по всем правилам накопителя не только он может быть и стабилизатором и может быть еще и усилителем вот мы дальше этим рассмотрим некоторые моменты я потом четко расскажу здесь я очень много расскажу значит была такая компания русская где работал на любви гули они провели испытания русский сперпроводник двенадцатом году проверили испытания своего накопителя где продемонстрировали результат порядка 96 и 72 процент эффективности скажите о не меньше единицы давайте разберемся что такое 96 и 72 процента эффективности у накопители типа маховика значит вот я сделал такую табличку видите да то есть если вот да делаем так то есть у нас примерно такое преобразование если будем все переизмерять в киловаттах подаем на двигатель электричество 1 киловатт ну для одноглядности получаем 0 8 киловатт на выходе маховика двигателя механической энергии потом эту механическую энергию 0 8 преобразовываем электрическая опять с преобразованием с потерями тут потери тут потери получаем 0 64 процента все по классике значит у от обратного считаем у русской сперпроводник с гулией получили 96 процентов это значит им нужно было затратить механической энергии 104 то есть один получили да то есть грубо если посмотреть 0 24 откуда-то не весь взялась энергии механической на маховике то есть ребята это ради данную данную расчет тыкаешь любому горит адепту будем так сказать по лженауке которые там бродят гроздьями и все они тут сразу все в кусты сказать ничего не могут это так и есть воспользоваться этой лишь из этим лишком довольно таки сложно маховик вы поймите он долго не хранит энергии его можно зарядить и разрядить там то что рассказываешь он там хранит это неправда он может кратковременно хранить их так и используют то есть когда нужно принять большую нагрузку сети на маховик потом ее где-то можно медленно забрать все мы там дальше разбираем что такое это механическая энергия что такое рычаг что такой крутящий момент откуда крутящий момент это ну так сказать рычаг а здесь смотрите да вот основная формула крутящего момента это окружная сила давления виде вот она f давление и радиус вот если вы это дело проверете на современный двигатель то вы поймете что радиус то слабенький очень такой знаете прям слезы про и такую нужную силу давления чтобы провернуть этот электродвигатель но зато он такой компактный такой простой для производства и и даже я дальше нам есть дальше есть наши патенты которые используют именно рычаг рычаг это самый простой вариант усиления как его сделать более мощным тоже все это приведено в расчет их все есть в академической физике вот эти инерции каких есть как их рассчитывать все это взято то есть вот например я взял почему для примера маховик 10 килограмм диаметром 0 8 метра это был у чака кемпбелла он именно с одной лошадиной силой и предоставил вы разработал специальную установку и показал возможность работы установки за его конечно погавкали на него закрыли и там наехали причину мы не знаем может не договорился ну во всяком случае видите вода то есть у нас вот здесь идет энергии в джоулях и крутящий момент крутящий момент маховика всей версии на крутящий момент то есть это возможность отдачи которую формируется на валу вот он при разгоне вот такая вот линия прямолинейная ну как это энергия криволинейная ну не прямо линейная идет видите с прогрессом потом увеличению а тут прямо линейная ну посмотрим дальше почему в основном используют так мы не будем ничего менять от формулы и начали мы рассчитывать да то есть что такое вот показывая всякие расчеты то есть увлекайте то есть по разным формулам которые есть мы произвели сравнительные расчеты получили примерно тот же скорость от радиальной скорости вращения от прямо линейной скорости вращения мы получили одни и те же практически результаты то есть ну все сходится мы проверяем все отлично вот по двум формулам проверили крутящий момент да видите да по обычной формуле с коэффициентом 9500 и по формуле к маховику пожалуйста ну все сходится то есть математика такая штука и ничего там не расходится у нас с нашими исходными и расчетами взял в обороты тут я уточняю вот где находят среднюю точку по линии по энергии видите по энергии и вот уже по моему расчету я нашел ту же среднюю точку то есть я вывел расчеты нашел как это делать то есть это мне все заложено в мою расчетность зоне это в свободное доступе я не выкладываю кому надо обращайтесь давай говорим вот мы его разобрали но потом подошли к центробежной силе и вот тут начались у меня интересные вещи то есть я рассмотрел вынес откуда что это как делается и попытался по центробежной силе рассчитать все те же варианты которые я рассчитывал по классическим расчетам и тут у меня пошли неправильные по им сказать цифры то есть о боже мой ну какая то не может же быть что такое по если рассчитывать его по классическим вариантам то ну просто космическая цифра 131 329 ньютон в общем мы привели к правильности рычага и поняли что ну тут нужно в центробежной силе использовать весь радиус 360 градусов ввели это в формулу вот они и получили результат и силу посчитаю но явно не хватает она начала ну не соответствовать но где-то в одной примере координат я просто взял и проверил все все проверил на всей цепочке разгона и работы расчетного махарка и получила такую картину то есть вот это синим вот тут кило джоули синим классический расчет вот это кило джоули с красным по центробежной силе лице цсс вот тут тоже синим крутящий момент прямолинейный а по центробежной силы видите какой вот вот тут четко видно если мы возьмем за основу два расчета вот он тормоз видите вот тут тормоз то есть вот центробежная сила тут явно он тормозит а здесь начинает ускоряться то есть можно четко сказать что примерно вот здесь момент момент вот в этой области вот в этой области его используют инженера как стабилизирующий эффект то есть в этом моменте у него будет момент импульса назад он скорость будет стараться вернуться в исходную а здесь будет немножко ускоряться я вру нет вот если в этой точке отпустите сопротивление на валу маховик сделает ускорение он не будет его постоянно у него будет кратковременным момент импульс раз он будет стараться восстановиться найти свою точку где ему будет классно вот эту штуку как раз и получилось у гулия где он получил свой привесок именно вот здесь вот здесь они какие то там там немного было получается но за их вес все нормально вот фотография установки и схема кемпбелла часа кемпбелла значит а теперь посмотрите объемы вот этого маховика и вес если вы переведете это на плотность материала вы знаете я был просто поражен вот эта вся махина это пустотелая железная банка не верите посчитать я никому ничего не говорю 10 килограмм вот ширина примерно можете высчитать ввести данные в расчет и будете поражены тут я это дело пишу и показываю как это к чему я привел он видите тут и тут и тут и тут и тут все это рассчитал короче посмотрите и нашел оптимальный вариант для работы кемпбелла ну это такое дело идем дальше тут слишком многое остановился тут мои умозаключения как работает куда берется маховик где они применяются вот они видите как стабилизаторы на малых генерирующих установках коммунального хозяйства его называют вот так везде в мире малая генерация считается коммунальной вот тут ссылаюсь еще на один патент но его установка она не будет работать долго то есть любая вибрация механическая она должна быть сглажена это же построено наоборот на изменении вещей то есть если мы знаем по центробежной силы то любое изменение увеличивает в 4-5 раз на валу силу воздействия ну тут такое дело вот тут еще один патент который кстати тоже его установки на базе его были выставлены на 4-х выставках с дипломами под разными названиями то есть это не рисунок это демонстративный на фестивале там Тесла и так далее все они были выставлены ну про них мало кто говорит вот еще один вопрос еще один вопрос к моменту вот он момент импульса видите вот он измеряется также по правилу правой ну руки с пальцем да то есть куда он направлен то есть правильно нужно выставить движение вращение вот в таком плане генератора приемного маховика мотора для того чтобы было туда значит просто для примера одному еще давно показал что переключил у него сразу в половину то увеличилось напряжение мотора просто раскручивать маховик в обратную сторону выставляем так проще вот такой парадокс ну не парадокс это знание которое вот положено в кинетическом моменте угловой момент орбитальный момент момент количества движения момент импульса величина зависит от сколько масса вращается относительно всего вращения с какой скоростью происходит вращение тут тоже можно это можете с физики убирать и почитать вот и теперь мы переходим к колебаниям именно к механическим тоже расходим разбираем все это разносим почему раз вкладываем и выходим вот на такую картинку вот она у нас должно быть колебание кинетической системы для того чтобы момент импульса маховика приводил ускорялся немножко там момент был ускорение поэтому традиционные генераторы которые делают на машины автомобильные на эти самые бензо бензо системы которые которые вы сами переделываете трехфазные не подойдут они запроектированы для того чтобы крутящий момент входной был ровный постоянный а у нас должен быть колебательный и мы должны иметь связку маховик в жесткой деле а между двигателем и входом на маховик должна быть какая-нибудь муфта проскакивание ремня как было у часа Кэмпбелла потому что маховик будет как он говорил биением ремня это и не биение это было вот это вот как раз у него был двухфазный генератор с внешним возбуждением то есть внешне подавалась энергию как раз вот эта штучка у него и выдавала вот этот вот колебательный процесс небольшой он его назвал резонанс это изменение вот этих вот процессов значит вот тут рассказываю как нужно вывести именно обязательно на внешнее и то вот тут самая оптимальная конструкция с двумя маховиками то есть у нас где я нарисовал зеленый ремень здесь можно поставить обгонную муфту тоже которая будет ну она будет самый слабый момент один маховик в жестком с генератора может даже быть на одном валу или же и разгонный маховик здесь тоже может быть на одном валу с мотором не имеет значения это потом я вам покажу значит когда вот этот момент импульса идет в генераторе маховик немножко притормаживается этот маховик вращается набирает все равно свою рабочую скорость и здесь идет проскок ремня или там муфта обгонная после того как он меняет момент импульса ускорение идет уже за счет вот этого маховика он передает часть энергии то есть это идет в режиме разгонного состояния еще не обратил ваше внимание когда маховик заряжен заряжен он должен иметь то есть мотор его разгоны должен быть рассчитан таким образом чтобы работал на уровне холостого хода и когда например включается ну маховик на заряд маховик двигатель ваш будет постоянно работать в таком режиме холостого то есть перепады между минимальной нагрузкой и холостым ходом то есть это нагрузка на двигатель не на генератор если же у нас не будет этого колебательного процесса кинетического импульса эта система остановится потому что маховик это конденсатор он разрядится вы его разогнали и начинаете разряжать какого смысл от этой все но это выглядит так вы поставить берете батарейку берете лампочку между ними поставите конденсатор и ждете чудо никогда этого не будет я расскажу как можно это сделать можно сделать но тут уже немножко с использованием рычага здесь рычага как такового нет здесь рычаг изменяемой величины там я писал момент силы туда убежал уменьшился в какой-то момент вы получаете но тут нужно четко рассчитывать систему можно ее получить но генератор не должен быть иметь входной крутящий момент постоянный да все генераторы рассчитываются для ровного крутящего момента во первых сохранение системы долгосрочность работы и так далее и так далее то есть тут вы должны себе давать отчет что данная система должна быть иметь космическую точность расчета потому что все особенно маховики если они у вас массивные выполненные в общем это очень все довольно таки точно то есть возможность абсолютная но она и требует точности взять просто на арапа сделать у вас просто не получится вот я рассчитываю значит смотрите что еще что такое формула ЭДС ЭДС это создание разности потенциалов на концах провода фазы вы если его не подключаете к цепи у вас ничего то есть будет работать в режиме холостого хода как только вы подключаете к цепи работает формула Ома для полной цепи только в такой импретации у нас есть УЗ то есть УЗ у нас напряжение сети потребления напряжение нагрузки в вольтах то есть если мы сюда поставим если мы сюда поставим напряжение как бы вам сказать аккумулятор ну после выпрямленного названия у нас это будет опорное напряжение то есть ниже этого напряжения уже не опустится и тогда ток ну система будет без падения напряжения работать а вот если уже так плохо объясняю много сказать очень за короткий отрезок времени не оратор к сожалению плохой из меня преподаватель но смысл в том что для расчета генераторов заходите заходите на любой нормальный сайт где рассчитывают ветряки там все это применяется в простом варианте никаких там косинусов синусов не считают они считают максимум импульса и делят его пополам и все мы получаем среднюю нагрузку но рассчитывать нужно на максимум импульса потому что в вашей проводке максимум импульса максимум тока максимум напряжения максимум нагрузки ее нужно отрабатывать упадет ниже это такое дело это не страшно для цепи для элементов цепи но максимум нужно рассчитывать. Мощность выходная делите пополам, умножаете на 0,4 коэффициент. Это уже по факту, который у вас получится. Вот вы его себе примените. Можете потом искать, где вы ошиблись. Но это такое дело. Значит, если вы делаем без опорного напряжения, вот я написал, как происходят с тенами, которые многие делают. Включают, у них бах, упало напряжение, машина остановилась. Опа. Нас обманули. Да никто вас не обманул. Вы сами обманулись, не вникая в суть проблемы. Как управляется и держится напряжение? Все электростанции, все, все электростанции работают с повышенным напряжением. Он даже на Ниагаре, что делали? Ее поставили 20 киловольт были напряжения. 20 киловольт. Купили у Форбса, не Тесловской. Я там дальше в книге все это написал. Тесловские, вот тут у меня как рассчитывается по системе моей. То есть, оно все сношено. Единственное, что когда вы выйдете вот тут будете считать обороты рабочие, вот это выходная мощность, да? Которую можно снять. Грубо там, там я расписал. Но тут нужно, вы понимаете, что если мы обороты рабочие, генератор, то это мощность, которую мы снимаем. Значит, нужно ставить генератор, раз мы полволны снимаем, ну, классически. Если вы снимаете полволны, там принимаете, ставить нужно 6 киловатт. Но обязательно должен быть импульс. Никаких трех фаз. Одна фаза. Достаточно с головой, да? Надо переделывать, да? Нужно делать. А что хотели? Это энергетика и формула работы с кинетической энергией. Кинетическое любви. Как пример конструкции. Как рассчитать маховик из листов? Тоже все это я тут привел. Там тоже у меня есть. Все в метрике есть. Вот тут как она рассчитывается с моей системой. Все. Так. Совещаем мотор и маховик на одной оси. Вот я написал вам, да? Тут есть тоже расчеты определенные. Вот мы с маховиком с системой с большим колесом. Тоже есть пример расчета. Но с двумя маховиками система. Но я тут немножко, конечно, пример есть. Но я глубоко сомневаюсь в долгосрочности вот этой работы. Она просто идет как некий упс. Вот эта система. Может и работает. Я ничего не могу сказать. По одним расчетам получается. Но я не уверен, что генератор, который классический, может с ровным моментом на этом работать. Хотя могу и ошибаться. Но в всяком случае мне даже написали, что кто-то их в мошенничестве лечил. Ну что-то я не видел ни одного судебного процесса. А у этих там у них жестко. У них за мошенничество. Особенно в Таиланде. Императору показали неправильное. И все. Представили ему маховик, то есть генератор 1 мегаватт. Ну мегаватт это значит, у них суммарно мощность считают там, например, на количество энергии. У них там тоже своеобразный подход. Не имеет значения, он их наградил и засекретил. Вот такие вещи. То есть там ничего нет. Вот эта установка. Просто рассматриваю с двумя маховиками. Как пример. Тоже расчеты делаем. Показываем подход к этому. Вот румынская система. Значит, по моим расчетам я вышел только на дно. У них идет специальный генератор. Генератор идет, ну, не знаю, потому что вот это все по всем скоростям, ну, она рабочая. Ее сто раз видели. Ее туда ездили. Она демонстрировалась. Но скорее всего здесь применен специальный генератор на заказ с магнитами, с какими-то пропусками для того, чтобы была вот эта вот система. Дальше мы идем. Тут я про... Вот тут еще один интересный патент. Вот. Аналоги. Видите? Вольты электричества, обороты... Скорость оборотов в механике. Амперы в электричестве, ньютон-метры в механике. То есть как-то принимать параллели. То есть если вы сделаете тоненький вал, то у вас будет считать, что у вас кинетическая энергия просто не пойдет. Если в электричестве считается, что там бегают электроны, то в кинетической энергии ничего не бегает. Так же самое задаемся вопросом, а почему должно бегать в электричестве? Ничего там тоже не бегает. Там силы бегают. Тут очень много тоже разматриваю различных вариантов. Просто для интереса почитать. Значит, вот для сравнения 10-киловаттная установка свободной энергии. Видите, это разгонный модуль, чтобы держать 10-киловатт на стандартном. Видите, какой разгонный модуль. Он самодостаточный, самоход. Сам себе генерирует, сам выдает американский. Где он, что с ним, неизвестно. Ну, я не думаю, что его сделали для того, чтобы кому-то там пыль в глаза пустить. И вот 100-киловатт аналогичный блок. Видите, выходная генерирующая мощность держится за счет изменения подачи топлива. Вот еще один интересный момент. Вы видите, амперы, вольт. То есть, 1 киловатт делаем, то есть, 900 вольт, чтобы 1 киловатт был, нужно 1,1 ампер. То есть, если мы увеличим скорость, на тех же, повысим, вот у нас формула для скорости. Видите, вот тут скорость. Магнитная индукция и длина проводника. То есть, вот это киловатт мы можем поднять за счет скорости. На ту же длину проводника увеличиваем эту скорость и получаем, увеличиваем ЭДС. ЭДС меньше тока, мы получаем 1 киловатт. Общий, вот тут, где-то я там дальше писал, общий ампер виток будет у нас, ну вот, и даже прошел, да, говорит, 1 киловатт. Мы получаем, что, уже, например, ампер витки. Что такое ампер витки? Это в одну, ну, в одну, в один, ну, так, в одну катушку намотана 10, 10 витков, да, и если по проводу бежит ток в 1 ампер, то в суммарной будет 10 ампер. Вот у нас получается, что на одну и ту же мощность, вот я рассчитал, при 850 оборотах у нас 175 ампер витков нужно, а 3082 ампер витка и так далее, так далее. То есть, мы уменьшаем. А что такое ампер витки? Это уменьшение крутящего момента сопротивления. Ну, делайте. Ну, тут рассмотрел, как работает инженеров, как большой, упс, сразу говорю, вот, показания взял и все тут рассчитал. Вот, вышел вот на такую схему их установки, как она работает. У них два маховика, один с двигателем работает, один вот здесь. по касательной работе. Все остальное идет рычаги. Вот эта система может сказать рычагов. Все можно, почему патент не нужен? Да потому, что все есть в физике. Чего патентовать? Вот установка Андрея Слободяна, которую он вот-вот только начинает создавать, доделывает до ума. Но, опять же, он уже запланировал свой вольтаж 900 и 900 переменного тока и 400 Гц. Значит, как эта система работает? Почему ее двигатель вращает? Сейчас он уже заменил с водяного охлаждения двигателя на воздушное, видно, хватило. Но у него здесь получается барабан, где у него идет 12 рядов магнитов шахматка и 11 рядов катушек. 11. То есть, получается, 5 по 5 катушек. Если взять по 5 катушек, это 11 фаз линейных. Вот и посчитайте. Все линейные фазы соединены параллельно, можно там через что угодно. Это мое предположение, я не говорю, что у него как есть. И получается, что сила сопротивления, то есть, 10 фаз из-за радиального оборота силы сопротивления при движении компенсируется. То есть, мы будем считать их условно равна нулю. А одна фаза работает как сопротивление. Вот и делаете вывод. То есть, если будем так сказать 10 киловатт, делим пополам, получаем 0,9 киловатт. То есть, сопротивление одной фазы 0,9 киловатт. Ставим разгонный мотор 1,5 киловатта. И получаем грубо 8 киловатт. Можно грубо снять на полезного потребителя. Все. Работает? Может работать? И там ищут какие-то зазоры и еще что-то. Ребята, работайте с простыми элементами. И тогда все станет понятно. И надо искать, где хранится энергия в ведрах и в килограммах, чтобы ее потом продать. Ну и все. Мы тут все рассчитали. Значит, дальше. Правильная и неправильная формула с маховиком. Если вы напрямую соединяете, если вы неправильно все рассчитали, у вас будет произведется падение напряжения и система остановится. Правильная система вот такая. С зарядным устройством, с АКБ и с маховиком. Почему? Вот у нас два элемента динамические генератора маховика и параллельно должны быть кинетические и электрические накопители адекватной себе мощности. То есть, чтобы они были в паритете. Чтобы не было просадки напряжения. Даже больше АКБ должно делать больше, чем заряд маховика для того, чтобы инвертор мог в сеть какую-то часть снимать. правильное зарядное устройство, как я показал. Что такое генератор, где его размеры, все это мы как сделать генератор из автомобильного генератора. Ну, это официальный прием, когда-то давно я нарисовал, кто-то и так придумал. нормальный инженер может это сделать. Вот мы просчитали определенную работу генератора, пример таблицы и вышли определенные показатели. Значит, намотка бифиляра. То есть, вот здесь можно ставить вообще всего два диода, убрать еще два диода. Ну, тут тиристор, я нарисовал тиристор, но можно с диодом. Вот он управление зарядкой сразу. А фазу делаем, видите, двухфазный генератор. Одну фазу и вторую фазу. То есть, они работают попеременно. И управление тоже можно сделать. Можно это заложить в одну, сделать однофазный, однофазный, но с бифилярной намоткой такого типа. Зачем это делается? Значит, вы же должны понимать, что переменный ток является, является, ну, у него меняется спин вращения. То есть, скин эффект, который получается в проводе, он уменьшается. Чем больше частота, тем к нулю он будет ближе касаться. То есть, возможность колебания. Если же мы в каждом проводе не будем разворачивать спин, будет он работать импульсно, его потенциальная пропускная способность увеличится. Но мы потеряем в меди. Ну, тут видите, как что. Ну, в принципе, генератор это особо не чувствует, там небольшие скорости, но все равно для высоких скоростей. Тут закладываем, и тогда у нас больше спиновая пропускная способность. То есть, вы помните, как считаете, по плотности, да, 10 ампер на сечение проводника является для постоянного тока, и там уменьшаем. То есть, обычно для рассчитывать для килогерца, для двух, уже 5 ампер, считаю, никогда не ошибусь, потому что нагрев нам не нужен. Ну, нужно понимать, я понимаю, что современный генератор, они это компенсируют вентилятором. Можете компенсировать, никто вам не запрещает. Значит, наша система, она не должна превышать максимальный выход нагрузки. Поэтому, здесь предлагаю сделать с реле, то есть, когда по току начинается идти превышение отдачи с генератора, просто переключаем на токо ограничивающую группу резисторов. Ну, не хромовый нить намотайте и грейте воду. Ничего не... Можете сделать там реостатную систему, бегать, постоянно переключать. Но, ни один, ни одна система самоходная не может превышать допустимый ток. А так как потребление может потребовать больший ток, то из-за того, что сопротивление вашей обмотки намного меньше сопротивления генератора, естественно, начнется отсюда выгребаться. Поэтому нужно ограничивать. Значит, еще один интересный патент. Карл Лютер, только не Австрия, Австралия, 86-й год. Значит, вот на самом рисунке они нарисованы синхронно, вот эти катушки. Видите, они нарисованы, что они работают как бы одновременно. На самом деле, вот эти катушки относительно вот это плюс-минус, это магниты в роторе. Ротор-маховик они его называют. Ну, видно, тяжелый. И получалось, что у них сдвинута фаза. Вот тут я, тут описание его, то есть 0,6 киловатт вход, 7,2 киловатта выход, эффективность. То есть, это я не придумал, это вот его патент, патент товарища Лютера. Вот он, пожалуйста, найдите, посмотрите. В свободном доступе нет, я только его на сверхъединичность немецком форуме нашел. Эту же формулу я предложил когда-то в Днепре ребятам. Чуть-чуть, правда, она у меня была косая, недодуманная, здесь уже все было готово. То есть, уже кто-то, все, что мы изобретаем, изобретено давно. Значит, как, вот если я нарисовал, да, вот, с одной стороны катушки стоят, и ровно с другой стороны по середине катушки. То есть, сдвинуты, правильно говоря, на 90 градусов фазы, а сдвинуты, ну, вот так вот, между друг другом. Получается, что у нас магниты, магниты стоят друг к другу правильно, и когда вот здесь вот заходим, ну, если кольцо взять вот так, то магнитный поток не может замкнуться, потому что у него с этой стороны выведено в середину, грубо, да, вот так. Вот они, центр катушки, вот они, видите, они выведены в середину, и он не может найти своей замкнутой, он пытается подтянуть по ходу движения, и сопротивление входящее, крутящий момент уменьшается, да, мы теряем на индукции, на индукции, силы индукции, там, так далее, но если мы работаем с магнитами, то мы рассчитываем на нашу индукцию, которая у нас происходит. Да, мы увеличиваем немножко габариты, но что вы хотели, тут надо чем-то жертвовать, чем-то делать, зато результат с 86-го года. Самое простое, что вот я тут показываю, как это рассчитать и сделать на простых магнитах. Берете ленту трансформаторную, намотаете диск, из трансформаторных стержней делаете там катушку, наматываете, делаете на диске этих магниты, вот таким образом, только с одной, сквозные, они не должны, значит, он не должен быть металлическим диском, он не должен замыкаться, то есть, вот здесь вот, у нас не должно быть, то есть, вот это тело не магнитное, то есть, у нас не должно происходить кругового замыкания в этой катушке, потому что это торможение, ему будет тяжелее сдавливаться, ну, можете попробовать, конечно, тут вопрос эксперимента, но в таком варианте она будет иметь большую скорость, за счет скорости мы увеличим напряжение, ну, естественно, там ток, вот таким вот, вот так вот все просто, вот попробую, проба расчета, киловатт можно, ну, тех данных, которые тут получить, а там все в ваших целях, все нужно изготавливать, тоже вот интересные патенты, значит, вот мой вариант со смещением, по Тесле когда-то делал, ну, сложно, видите, тут получалось, делал три фазы, то же самое, то же самое смещение, а там, то же самое смещение, вот тут интересно, и дальше сматываю патент, который приписывает Тесле, вот он, да, там резонанс, так далее, все красиво, но я вам сразу скажу, что запустить для лампочек смогли, снять полезную нагрузку, ни у кого не получилось, ранее, он работает без резонанса, и это совершенно другая система, значит, смотрите, видите, патент Тесле, на который ссылаются, в этом патенте всего лишь описан вариант возбуждения через резонанс, все, во-вторых, нет модели, то есть, это была идея Теслы, во-первых, он штыревой, то есть, он не круглый, не поворотный, он штыревой, и второй вопрос, основное, все равно Тесла рассматривал, рассматривал, как постоянный ток, возбуждение постоянным током, а только предположил, что можно резонансом, при том, что мы должны все согласовать, и сразу бросились с этим резонансом, хотя, если вы правильно возьмете ручку, карандаш и посчитаете, от резонанса откажетесь моментально, не в пользу он резонанса, вот, пожалуйста, а чей патент использовали, Роберта Циммермана, вот он, пожалуйста, рисуночек узнаете сразу же, да, вот он, только у него, смотрите, сколько кернов, перезамыкающихся, и это традиционно, я потом дальше остановлюсь, откуда это все пошло, вот установку, где показывают, и вот, пожалуйста, откуда это пошло, 1938 год, 1935 называется, клайбер для Роберта Боша, магнета, две катушки, два магнита, и возбуждение, все, потом, мы можем найти маленькие вещи, вот, рисуночек показывает, просто рисуночек, чтобы вы понимали, магнета, Флинт, первый патент, ну, скопировано, да, отсюда, или же на рисуночек советского учебника, про однофазные РВД, с шестизубным ротором, с какого, ну, я вам скажу так, что технологии, вот это были технологии в Германии, ну, и в Соединенных Штатах, ну, вот они перекочевали в Союз, и, понимаете, никто никому не предоставляет претензий, американцы на такой генератор, говорят, что он только для ракет готов, годится, он самый простой, надежный, но быту его использовать нельзя, на трифазы он не пойдет, а нам нужны те трифазы, у вас резетки трифазы, хочется, да, ну, понятно, ну, хочется, вот, патент тоже этого Флина, который демонстрирует, вот, итальянские аппликаторы продемонстрировали, сразу же процент, то есть он остался холодным двигатель, сразу объясняю, холодным, 175 процентов они продемонстрировали на классическом генераторе, крутили классический генератор, сравнивали, показали, при этом генератор был почти 109 градусов, по Цельсию, корпус после изменения, а это всего 36, вот и делайте выводы, возможно, невозможно, вот российская разработка Корнилова, Георгий Михайлович, 5 киловатт, вначале они даже, БТГ позиционировали, сейчас ничего не позиционируют, делают, но этот, он не востребован, как это так, он компактный, хороший, все идеальные условия для работы, вот этого двигателя, но он же ж мало кушает, и много пробежит, это ж прямой убыток мероеда, в продаже энергии, вы что, вы хотите подорвать экономику мероеда, по миру его пустить, вот так и выходит, дальше я рассматриваю работу разных вот расчетов, показываю, какие есть варианты, как магнитные поля там распределяются, и так далее, вот магнитные системы с пульсирующим потоком, для автономной системы электронности, то есть это из учебника, это я взял из учебника, с рисунками, и показал, какие есть двигатели, вот это наш двигатель, который на самолетах стояли, они их устанавливали на авиацию, то есть они применяются, снимаются, говорит, все, и никто ничего не знает, да конечно, все это известно, дальше мы пошли про моторы, как выбрать мотор, напряжение, электростостание, то есть есть много читателей, вот я вам показываю, что такое мотор, вот как правильно делать рычага, что такое разгонный модуль, что такое радиусы, все вам показываю, что такое момент инерции, то есть для двигателя все то же самое, если не буду уже немножко, вот система мотор-генератора, объединяем, где он применил первый раз статичный магнит, объясняю, это не конечная генерирующая цель, это разгонный модуль, он должен крутить генератор, и вот он показывает, что у него два, два, он показывает два аккумулятора, только, он же показал эпизод, эпизод, можно заменить на конденсатор, а знаете как, то есть вот этот модуль, становится, вот он показывает, вот тут уже возвращаемся, представьте, что вот например, вот два параллельных, вот этих, это один модуль, каждый модуль заряжает следующий, то есть, вот эти системы, вот он, работая здесь на замыкание-размыкание, он заряжает, следующий модуль, потом следующий модуль опять делает, заряжает, и так по цепочке побежали, сам себя питает, то есть, а как вы хотели сделать, чтобы он раз подключился, в вашем классическом восприятии, так не бывает, вот его опять же, система заряда аккумулятора, опять же он вкладывает, как правильно сделать, пусть меньше, обращаемся, например, прямоходовый преобразователь, вот разрядная система, разрядная, то есть, для того, чтобы облегчить, очистить, однополюсные моторы, значит, ярким примером этого является, мотор-генератор Вега, все кричат, что это обман, нет, лично я его, такую штучку видел, рассматривал, значит, проблема в том, что, система Вега, это был, показательный, экспериментальный, мотор, для того, чтобы кому-то, что-то доказать, была поставлена такая задача, ее выполнили, но она должна была, с киловаттного мотора, снять хотя бы 100 ватт, с чем инженеры, прелестно справились, она снимала 150 максимум ватт, ватт, 100 ватт, мы когда переделывали, максимум 200 ватт, сняли, говорит, с той конструкции, которая была, без переделок, я предложил переделки, владелец системы отказался, она стояла на, так сказать, на передвижной системе, ульев, который привозит, и увозит, она там крутила, и ее задача была, обеспечивать энергией сигнализации, цена, конечно, была бешеная, вот ее устройство, я ее тут пишу, с чем сравниваю, вот, понимаете, она за сутки делает немного, но цена, вот она, видите, двойные катушки, то есть, вы же должны понять, что она начинала работать только тогда, когда разгонная система доходила до 300, 320 оборотов в минуту, 320-300 оборотов в минуту, после этого, внутренняя цепь генерации, вот эти, видите, моторные катушки генерирующие, начали выдавать достаточной энергии, чтобы он имел режим самохода, и только потом 100 ватт снимали, так вот, вот здесь вот примерно, крутилась в двигателе, загрузка была порядка, 160-210 ватт, о каких 100 ваттах может идти речь, съемок, правильно, то есть, вот все по классике, то есть, давали при том радиусы, то есть, мотор являлся, вся проблема была в том, что здесь нужно было ставить не 6 магнитов, а 9, и тогда бы он получил еще большую вещь, но, видите, крепежей для, от этих конец в мотор, в генератор, просто не было, их нужно было изготавливать, ну, видать, не пошли на это, ну, я не буду говорить точно, не знаю, все по слухам, не хочу говорить, делайте, у них было запланировано 4 группы, то есть, она сдвиг на одну группу, получалось как раз 9, нужно было 9, то есть, 3 мотора, то есть, 3 магнита должны одновременно были быть задействованы, на 3 катушки, на 3 катушки разгонного модуля, но, к сожалению, что-то там изменилось, ну, видно, может быть, было достаточно для того, чтобы показать 100 ватт, а для того, чтобы увеличить, они могли изменить такую процессу, не знаю, знаю, что конструкторы с руководством компании, не дошли до поразумения, и в итоге они ушли от этого, так и закончилась эта история, значит, я рассматриваю, как это все работает, вот она, как работают эти генераторные катушки, как это все рассчитать, вот примерные вещи, которые можно там, расчетные, но это, конечно, не космические, но, факт, вот сама схема, которую я предоставляю, но я вам сразу скажу, вот здесь нужно делать однофазный мотор, тут нарисовано, конечно, у меня вот так, но что-то меня толкало всегда на вот такую вещь, то есть можно пунктами включать, не пунктами, делать нужно однофазный мотор, плюс, здесь вот нужно делать не 24 вольта, а 36 вольт, увеличить скорость там, ну, то есть все это дело рассчитывается, показывается, однофазный мотор, и ваша система будет работать, тем более лучше нужно вообще применять нестандартный генератор, там с однополюсным возбуждением, ну, дальше я сейчас немножко вам расскажу, вот система, дальше разгонный модуль, то есть я тут все описываю, я не буду сейчас вдаваться в подробности, почитайте, кому интересно, тут как работать статичным, потом дальше рассматриваю, какие системы вообще были, вот, ее уже нет, она закрыта, дочка, видать, все продала, с потрохами, наверное, хозяина уже, изобретателя нету, вот такие блоки монтировались в Украине, выпускались, на генератор Симос 22 кВт, разгонный мотор, и два мотор-генераторных блока, значит, схемы у этой уже нету, сайта уже нет, вот такой у них ящик стоял, управление, там, или аккумуляторы, или же, что-то другое, вот, и я рассматриваю, как у них эта система работала, я получил эту информацию, но, время прошло, я никого не предаю, значит, смотрим дальше, вот, съемки, которых уже нет, уже сайта нет, можете посмотреть, вот их, 5-киловатная разработка, вот два разгонных модуля, сделанных, вот, мое предположение, как они могли работать, генератор и разгонный мотор, все, было, значит, потом я перехожу к другой, вентиляционный электродвигатель, самовозбуждение, почему не сделать такой генератор, да, согласны, дальше я показываю, как это можно сделать, потом мы рассматриваем, как работает сам, в цвете, вот, как они закладываются, провода, все тут пока, почему тормозит генератор, в эту сторону вращается, одно, этот вращается, саму систему, как там вращается, я не рассматриваю, но, оно, если вы хотите, вглубляетесь, там надо рассчитывать, обратную вещь, вот, как сделать подобный генератор, из автогенератора, вот, пожалуйста, мы разбираем, разворачиваем в разные стороны, и делаем, однополюсное возбуждение, будет, будет он генерировать, здесь, получается, у нас будет, или одна, или две фазы, то есть, все, все четыре фазы, мы уменьшим ее, выходную мощность, ну, там, ну, зато увеличим скорость, не вопрос, вот, такие, пошли рассматривать, какие были генераторы, до нас, на восходе, видите, возбуждение, и так далее, и так далее, вот, смотрим, вот такие у Эдисона стали, именно вот такой генератор, переделал Тесла, под перемену, вы видите, здесь коллектор, да, что он сделал, он сделал, 기를 мать, коллектор, замотал, но, сделал обмотку переменного тока, на четыре там фазы, и сделал, такосъемные кольца, естественно, естественно, Едисон ему ничего не заплатил Он ничего не поменял в генераторе Кроме коммутации Ну и самое интересное Да он производил Но даже мощность немножко выходная упала Она крутила коллекторные моторы Мы знаем они всеядные И она нагревательный прибор Зажигала лампочки Но она не была мощнее Чем постоянный ток Если бы она была в два раза мощнее Да так нет Потому что надо было менять параметры Тоже железо Та же скорость Ничего не изменила Даже уменьшилась Его интересный генератор С волновой укладкой 91 год Тут согласен Но это не только он делал По ГЭСу Ниагарской ГЭСу Значит Все классно Тесла памятник стоит Вот перечень патентов Которые были использованы Вот он показывает генератор Тесла Который потом сняли Видите У него то же самое То есть Возбуждение наружное Внутренний Коп И много Вот этих Щеточный большой узел Значит При большой мощности Он загорался Просто сгорал Нафиг Поэтому они были пожары Значит Вот они Видите Но вот тут уже Если еще разные Вот они Видите Стоят Минераторы Ну и вот тут Стоят Видите На фотографии Вращается Внешний зонтик Видите Скорость идет Мы находим До 10 августа То есть Проблему нужно было решать Ее решили Но решили По проекту Профессора Джорджа Форбса Из компании Катаракт Который Ну С вращением зонтика Вот это и есть Система зонтика А честно скажу Это решение Которое было Сейчас применяется Во всех генераторах Статично стоит Статично стоит Статор То есть Обмотка съемная Напрямую Без всяких Такосъемных колец И только через Малым напряжением Подается на Обмотке возбуждения Все Кстати Он углеродные Щетки изобрел И тоже были применены И вот Его трансформаторы Генераторы Стояли На Адамса Вот как хотите Так и думайте Говорит А тут Такая маленькая вещь Вот он Профессор В нищете умер Ну и тут Я дальше рассматриваю Что такое обмотки Как сделать Какие бывают Генераторы Вот они новые Какие хотите Изобретайте Вот я рассматриваю Их работу Как можно сделать Как Видите Загар Чуть Такую же То есть Когда неправильно Немножко рассчитываешь И жадность Когда ты применяешь Те же методики Которые применяются Например Пазовые укладки Говорит Вот получается Такой результат Ну я думаю Что Валера Все исправил Вот и рассматриваю Как правильно Сделать Однофазное 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 возбуждение Самый элементарный вариант Как это происходит Он будет меньше тормозить Почему Потому что Магнитное поле Будет фокусироваться Не в стороны А в центр И у нас кольцо внутри Они будут по центру А возбуждение боковое Я потом покажу Немножко дальше Вот Наши системы Они разные Китайцы Что-то изобретают Как сделать Из вот такого Яка Генератор Вот и показываю С однополисным возбуждением Можете почитать Как Какие элементы Найти для этого Чтобы сделать Как неправильно Сделать Например Вот на разное Как мы можем попасть Если бы Не будем думать Вот вариант Моего генератора Тоже вариант Кто вам сказал Что не вариант Все объясняю Вот вариант Граммы Генератора Только Вы видите Тут два Два возможности А если мы их поставим Четыре полюса Да не вопрос Вот по Громову Откуда это у меня Тоже То есть Я нахожу Все варианты Возбуждения Различные Тут интересные вопросы Вот как сделать Такую катушку С маленьким То есть Здесь очень маленький У нас будет Как вам объяснить Ну Маленький Магнитопровод Вот как он будет Работать Опять же Разные двигатели Которые были Импульсные Например Вентильный двигатель Он был самый первый Рабочий двигатель Никак не магнитный Видите Даже управление Скоростью было То есть Как сделать Разгодный Мотуль Вообще Без магнитов Чисто на Магнитном Железе Без Керна На вещи Пожалуйста А теперь Мы Переходим К интересной Модели Вот тут Есть ролик Есть Расчеты Генератора И демонстрация Что он Свободно Вращает От маленького Приводного Моторчика Я показываю Есть такой Патент Пожалуйста Тоже Опять Видите Приводной Мотор Даже Они Рассчитывают Какой-то Резонанс Но это Мелочи Вот я Нашел Такое Колесо Которое Применено Вот здесь Похожее Все Можно найти Данные И ввел Свою Систему Расчета И мы Нарвались На такую Штучку Почему Здесь Больше Потому что Объясняю Потому что Мы Вводим Вот здесь У нас Получается Плечо Рычага На определенной Скорости Он получает Свою Инерцию Да Двигатель Ну Колесо И вот это Вот Крутящий Момент Разогнанного На эту Скорость Вот этого Колеса И Крутящий Момент Передающийся Складываются Об этом Вам скажет Любой Инженер Мотора Они с этим Борются Они уменьшают Почему Потому что Мотор Который Производится Он должен Работать В режиме Старт Стоп Установка Генерирующая Она запустилась И вы ее Остановите Только для Ревизии Или для Обслуживания Или для Чего Это Она не должна Старт Стоп Заработать Постоянно Если она Генерирующая В такой Мотор 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 Делается Для Этих Вещей Поэтому Вот тут Это самый Простой Вариант Который Можно Изготовить Можете Делать На Шипов Потом Дальше Остановлюсь И сделать Его Вообще На Магнитной Вилке Как Американцы Сделали И Сделать Соответствующий Генератор Генератор Можно Сделать По Системе Дальше Мы Остановимся Именно Который Однополюс Возбуждением У вас Будет Два Полюса В Статере Но Возбуждение Будет Однополюс Естественно Из-за Того Что Не Будет Полного Замыкания Цепи Возможности Гретон Будет Иметь Меньшую Скорость Торможения Меньшую Там Будет Торможение Идти Только На Силу Ампера И Которая Будет Немножко Скошена Поэтому Очень Даже Неплохо Тут Я Тоже Произвожу Определенные Расчеты Мы Выходим На Определенный Результат Вот Показываю Как Это Производится Например В маховиках Ну В шипах Видите То же Самое Маховик Выступает Роль Аккумулятора И То же Самое И 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 Чтобы Печатать Детали Почему Мы Не Можем Печатать Электричество Да Но Маленькими Вещами То есть Увеличить Рассчитать Скорость Вот Посмотрю Нахожу Высокоборотные Двигатели Которые Есть Ну И Дальше Рассматриваю Разгонный Модуль Похожий На Этот На Вегу Тоже Как ее Рассчитать Вот Предоставляю Какая Может быть Катушка Почему Я Ввел Здесь Короткозамкнутый Стоял Магнитик В хвосте Вот Так Вот Одну Треть Занимал Магнит Этот Он Не будем Рассматривать Это Не лучший Вариант Это Было Видно Они Не Сделали Вот Генераторные Катушки Делают Не Круглые А Вот Такие Чтобы Площадь Захватить Ничего Страшного Вот Показываю Как Она Будет Работать Тоже Вариант Как Будет Работать Короткозамкнутый Виток Все Показываю Как Рассчитать По Теслам Как Все Это Дело Рассчитывается Что Такой Аккумулятор И Еще Один Потентик Смотрим Японца Опять же Тоже Разгонные Катушки Приводной Разгонный Мотор И Генератор Значит Полтора Метра Радиус Колеса Тоже Рассчитываем Показываем Все У них Работает Все Потенты Есть Громадные Установки Что Поделаешь Вот И Сколько Может Быть Магнитная Индукция Ну 2,4 Это Практически Потолок Для Сердечников По электрической Стали Не Идет Это Сейчас В Реактор Начал Рассчитывать У меня Получались Космические Цифры Но Мы Все Это Обуздали Приводим Теперь Еще Один Момент Который Мы Сейчас Рассмотрим Который В книжке Есть Это Вот Такая Штучка Всем Знакомая Американская Система Значит Много Там Домыслов Было У меня Есть Я Сразу Как Увидел Сразу Понял Как Он Работает Нет Там Никаких Самодвижущих Вещей Значит Вот Мы Рассмотрели Видите Генератор Да Три Таких Генератора С Маховиками Видите С Маховиками Чтобы Инерция Была И С Управлением Видите Колесо То есть Он Управляемый Видно Где-то Что-то Включает Где-то Выключает Именно На Положение Ротора Потому Что Датчик Оптодатчик Стоит Только На Положении Ротора Это Вряд Ли Они Измеряют Мощность Мощность По Оборотам И так Далее Скорее Всего Идет Какое-то Управление Именно Включение Выключением Возможно То же Самое Что говорил Сабадян Что У него В одном Из варианте У него Шло Включение Выключение Системы Генерации Значит А теперь Смотрим Как Что Такое Магнитная Вилка У него То есть Предположим Что У него Такое Колесо Как мы Рассмотрели На С красным Большим Колесом Вот Вариант Мотор Разгонный Может быть Да Вот И генератор Через редуктор Вот Магнитная Вилка Что Такое Магнитная Вилка Если Вы Помните Что Такое Магнитная Защелка В двери Представляем Что Мы Сделаем Ее Через Середину И С колесиками Зубья Выведем Вот Они Да И Два Маховика Два Колеса Там 900 Килограмм Вращаются В разные Стороны Естественно Когда Они будут Вращаться В разные Стороны Они Будут Вращать Когда Они Будут Неравномерные Вот Эти Колеса То есть Не Вот Пять Зубьев Я нарисовал То есть Когда Вот Этот Вращается Этот Зацеплен Он Будет Протягивать И Будет Сходить Зацепление Следующий Будет Постоянно Передаваться Вращение На Валы Ну И На Генератор Так Они И Делают У них Стоит Три Генератора Вот Так И Вращаются Значит Скорее Всего У них Магнит Только Здесь Вот Здесь А Здесь Вот Эти Секции Сделаны Из Высокомагнитного Материала То есть Ну И Вот Эта Система Вращения Рассчитана На Три Стойки Таким Образом Что Система Я Сразу Говорю Что Она Довольно Таки Для Ручной Сборки Конечно Может У кого То И Есть Такие Возможности И Кому То Очень Интересно Побаловаться Можно Сделать И На Одном Маховике И Передачи Крутящих Моментов Разных Но То Что Она Работоспособна И Работает Скорее Сво Именно По Такому Значит У Они Написали Что У 30 Киловат Но Полезной Мощности Выдаётся 25 Киловат То Максимально Естественно 5 Киловат У них Уходит На Обслуживание Систем Вот Как раз Для Кручения Вот Этих Моторчиков Которые Стоят В этих Опорных Вот Они Вот Здесь Стоят Сейчас Посмотрим Видите Вот Они В опорных Видите Это Промышленные Вот Они Стоят Видите Большие Промышленные Личи Вот Секции Которые Работают С этой Магнитной Вилкой Это Моя Версия Ничего Не могу Сказать Но Я Всегда Отражаюсь На Логику На Логику Если Логика Работает Значит Будет Всё Работать Вот Он Показывает Видите Вот Это Магнитная Вилка Работающая Видите Закрыли Они Чтобы Не Показывать Что Там Есть Потому Что Здесь Может Быть Из Нержавейки Сделан Появлены Видите То То Есть Всё Вынимается Вставляется Так Оно Не Так Ну Думайте Я Свою Версию Вам Сказал Пожалуйста Как Для Ознакомительной Тоже Мы Производим Расчёт И Показываем Спрашиваем Можем Лим Это Сделать Да Можем Вот Пожалуйста Громаднейший Маховик Для Небольшой Скорости Аж Запросто Крутящий Момент На Валу Который Вы Разгоните Например До 300 400 Оборотов Вот Эту Махину Или 500 Оборотов Представляете Какой Крутящий Момент Будет На Валу Если Вы Будете Его Крутить Снаружи То Приводными Вы Получите Ту Самую Схему Рычага Сложение Крутящих Моментов От Приводного Двигателя И Самого Маховика И Получите Выход На Валу А Если Сделать Правильный Генератор Она У меня Идет Не четко По разделам Я Перескакиваю С одного На другого На другого На другой Вот Таким Образом Я сделал Вот Теперь Мы Делаем По Системе Разгонные Веги Вот Она Так Выглядела Когда Ее Испытывали Вот Такие Есть Такая Система С Разгонными Модулями У американца То Я Могу Сразу Сказать Что Это Все Повторяет И Не Водних Вот Моя Версия Делаем Разгонный Модуль Делаем Массивный Вот Этот Вот Гон Можно Из Фанеры Сделать И Делаем Магнитный Ротор Однополюс Здесь И Вводим Генератор Вот Ставим На Статер Генератор Вставляем Я думаю Что Этот Вариант Сделать Может Любой Сколько Мы Получим Обязательно Больше Единицы Железа И Вращение Будет Нормальным Предлагаю Как Из Четырех Фаз Сделать Съем Тут Получается Два Варианта Квадрат Анализ Аналог Треугольника И Крест Аналог Свезды Пожалуйста Регулировка Самая Простая Вот Или Можно Сделать Прямо На Фазе Если Однофазный Двигатель Мы Вводим Элементар Кстати Вот Такая Штука Применена В Веге Веге Снимался Не Три Фазы Одна Фаза Была Задействована Поэтому Стураты Там Как раз Соблюдались Все Правила То есть Торможение Там Было Несильным Ну Тут Рассматриваю Какие Есть Ключи Как Организовать Съем Управление Катушками На Простых Вариантах С крутящим Моментом То есть Ну Очень Все Просто А Теперь Смотрим Вот Видите Современные Ветрогенераторы Но Они Захватывают Сразу По Магниту На Три Катушки Понимаете У них Идет Три Фазы И Они Скорее Наматывают По Разному Немножко И Заключают Их На Один Магнит То есть Очень Удобная Вещь Давайте Здесь Делаем Две Катушки Намотанные В одну Сторону И Одна В другую Сторону И Когда Один Магнит Захватывает Полностью У вас Получается Трехфазное Движение Они Все Три Фазы Делают Ну Всем Граммы В современном Исполнении Только Теперь Крутятся Не Якорь Где Рабочая Обводка А она Статично Установлен Крутятся Магниты Все Благодарю Вас Всех За Внимание В свободном Доступе Читайте Пожалуйста Сейчас У меня Работа Идет То есть Не задавайте Вопросов Лучше Прочитайте Разберитесь Если Уже Есть Вопросы Обращайтесь Но Не за Знанием Если Вы не Поняли Что Вы Как Это Работает Я Не Не Могу Каждый День С каждым Производить Ликбез У меня Есть Участники Моего Проекта С ними Я Буду Работать Проект Я Закрыл Для Вступления Новых Членов С остальными Которые У меня Остались С ними Буду Работать По Любым С ними Вопросам Всегда С Ними Буду У меня Достаточно Тех Людей С Которыми Мне Поработать Если Вы Будете Работать Например С Рогеном Или Ас Реактором Который Я Выложу В продаже Вы Купите И зададите Вопрос Да Не Вопрос Тут Будем Работать По Вот Этой Книжке Не Задавайте Мне Вопрос Не Задавайте Я Просто Не Не Времени Тут Достаточно Я Все Изложил Показал Что Все Это Возможно Да Тяжело Да Нужно Поработать Мозгами Да Нужно Поработать Расчетами Надо Посмотреть Что Это Будет И Мало Того Что Вы Можете Рассчитать Ожидаемый Расчет Ну Получить Но Нужно Побольше Исходных Данных Чем Больше Вы Будете Иметь Конкретных Исходных Данных Более Ожидаемый Результат Будет Ближе К Реальному Вот И Все Благодарю Всех За Внимание